Субсидия на производство картофеля. В регионе появился принципиально новый механизм господдержки агрария. На 4,6% цены на билеты по местным авиалиниям вырастут с 1 января 2016 года. В связи с погодными условиями разница между сроками открытия зимников в Ненецком округе и Коми может составить до двух недель. С главными событиями к этому часу в студии Олег Котензийский новости начинаются. Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской Федерации. Глава государства кратко подвел итоги национального проекта образования, стартовавшего 10 лет назад, и модернизации региональных систем общего образования, а также расставил приоритеты в дальнейшем развитии. В числе руководителей субъектов заседания принял участие глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Помимо итогового доклада к заседанию Госсовета был подготовлен сборник успешных региональных практик, куда вошли проекты из 15 регионов страны, в том числе Ненецкого округа. Аркомитет по подготовке заседания Госсовета особо выделил опыт НАУ по взаимодействию с недропользователями и организации непрерывной системы обучения «Школа, ВУЗ, предприятия». Речь идет о Роснефтьклассе в школе-поселке искателей. Также в сборник вошли примеры сотрудничества администрации НАУ с компаниями «Тоталь» и «Башнефть». Французская компания организует уроки французского и профориентационные поездки в Санкт-Петербург для старшеклассников 2-й Наринмарской школы. «Башнефть» закупает лабораторное оборудование для практического изучения естественных наук. Школьное образование в округе активно развивается, и об этом свидетельствует тот факт, что на работу в школы округа в этом году пришли 35 молодых педагогов. Значительно больше, чем в предыдущие годы, отметил Игорь Кошин. Однако кадровый голод по-прежнему очень остро ощущается в наших поселениях, поэтому необходимо усиливать профориентационную работу уже в старших классах школы. Об этом на заседании Госсовета говорил и наш президент, поэтому будем продолжать привлекать к образовательному процессу бизнес недропользователей, ведь это взаимовыгодное движение. Плюс крайне важно создавать доступную среду для учеников с ограниченными возможностями. Это одна из главных задач, которую я ставлю перед профильным департаментом на следующий год. Минпронторг России в лице министра Дениса Мантурова и администрации Ненисского округа в лице главы региона Игоря Кошина подписали соглашение о сотрудничестве. Документ регулирует взаимодействие в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности. В соглашении прописаны направления взаимодействия между федеральным министерством и региональным. На встрече шла речь и о перспективах развития судостроительной отрасли в части производства рыбопромысловых судов. Глава Минпромторга подчеркнул, что создан целый ряд механизмов господдержки судовладельцев для целей стимулирования строительства гражданских судов и морской техники, включая и рыбопромысловые суда. По словам министра, предприятия, входящие в объединенную судостроительную корпорацию, обладают всеми необходимыми компетенциями для реализации проектов по строительству необходимых судов. Болевая точка округа – это транспортировка продукции, отметил глава региона Игорь Кошин, требует обновления авиапарк и флот наших рыбопромышленников. Именно поэтому на встрече с Денисом Валентиновичем мы обсудили меры государственной поддержки строительства авиационных и рыболовных судов на отечественных предприятиях. Рад, что министерство подключится и поможет нашим промышленникам с государственной поддержкой обновить свои транспортные средства. Для НАО это дополнительный стимул к развитию производства, сказал глава региона. Помимо стратегического курса, Денис Мантуров и Игорь Кошин обсудили эффективность государственных практик поддержки конкретных отраслей промышленности. На сегодня в округе есть первые результаты работы системы субсидирования конечного продукта в животноводстве. наблюдается рост поголовья и объем производимой продукции. Молоко оленина. Субсидирование продолжится и в следующем году, но по новому порядку. С 1 января в регионе заработает новый порядок субсидирования производителей молока. Изменения коснутся только личных подсобных хозяйств. Чтобы и в следующем году получать повышенную ставку субсидии 100 рублей за литр, им необходимо переоформить свои хозяйства и согласно новым условиям войти в реестр сельхозтоварпроизводителей региона. В следующем году округ, как и прежде, продолжит поддерживать производителей молока. Ставки субсидирования останутся на уровне 2015 года. 100 рублей за литр произведенной и отгруженной продукции. Новые условия в 2016 году предусмотрены и для личных подсобных хозяйств. Чтобы и дальше получать повышенную ставку субсидий, личные хозяйства должны стать сельхозтоваропроизводителями, то есть переоформиться в крестьянско-фермерские хозяйства или иные формы. У нас много очень личных подсобных хозяйств, и производства в них мы, к сожалению, не знаем, сколько чего производим. Поэтому мы не можем с достаточной долей вероятности сказать, сколько и чего нам дополнительно необходимо производить и в каких видах. Вот как раз для того, чтобы нам, во-первых, понимание статистики для себя иметь более объективное. Вот такая задача и такие условия поставлены на 2016 год. Субсидии на производство молока в сумме 100 рублей за литр сегодня получают 8 личных подсобных хозяйств региона. Если хозяйства не пожелают переоформиться и войти в реестр сельхозтоваропроизводителей, субсидировать их производство округ не перестанет, но ставка снизится до 30 рублей за литр. Изменения вступят в силу с 1 января 2016 года. Для производителей региона в следующем году округ предусмотрел ещё одно новшество. Речь идёт о принципиально новом виде поддержки агрария в субсидии на производство овощей открытого грунта. Прежде всего здесь имеется в виду производство картофеля и его последующая реализация на территории округа. Основная цель этой субсидии обеспечит занятость населением. Ни для кого не секрет, что у нас население другой раз не имеет работы, особенно в наших муниципальных образованиях. Поэтому мы предлагаем нашим гражданам также пройти процедуру оформления крестьянско-фермерских хозяйств. И при условии, что они будут продавать по фиксированной тоже цене, реализовывать произведённый картофель, дополнительно будет выплачиваться ещё 20 рублей на килограмм произведённого картофеля и реализована территория округа. Фиксированную стоимость одного килограмма картофеля определят методом средневзвешенной цены. Порядок субсидирования будет сформирован в первом квартале следующего года. Отмечу, что на все виды государственной поддержки отрасли АПК в виде субсидий, в том числе на молоко и овощи, в следующем году из бюджета округа выделено более 630 миллионов рублей. Цены на билеты по местным авиалиниям вырастут уже с 1 января. Повышение составит 4,6%. Новые предельные максимальные тарифы установлены Управлением по государственному регулированию цены тарифов. Итак, перелёт из Наринмара в Коткино в одну сторону с января подорожает на 205 рублей, составит 3395 рублей. В Бугрино увеличение стоимости составит 320 рублей. Следовательно, билет в одну сторону обойдется в 5300 рублей. Улететь вниз станет дороже на 495 рублей. В Шойну стоимость билета возрастет до 10200 рублей. На 530 дороже станет билет в Амдерму и на 615 рублей в Усть-Кару. Напомню, в выходящем году тарифы на пассажирские авиаперевозки повышались в Нинецком округе дважды с 1 января и с 1 мая. Разница между сроками открытия зимников в Нинецком округе и Коми может составить до двух недель. По информации Комитета гражданской обороны региона, зимнюю автодорогу на Наринмар-Усинск планируют открыть с 27 декабря. А вот автодорогу от Усинска до Печоры на территории Республики Коми с 15 января 2016 года в связи с погодными условиями. В Республиканском дорожном агентстве пояснили, что сроки зависят от открытия движения через три ледовые переправы. На данный момент движение по ним закрыто. Ведутся работы по намораживанию льда для обеспечения безопасного проезда. В агентстве считают, что при условии устойчивой низкой температуры воздуха открыть движение возможно в начале января 2016 года. Актуальная информация о состоянии зимников в Нинецком округе и Республике Коми будет размещаться на мониторе около городской площади на экране в районе базы Наринмар-Доримстрой непосредственно перед выездом. В администрации Наринмара приняли бюджет на 2016 год. Об этом чуть позже. Главный финансовый документ города принят с дефицитом. Как можно было сократить его? Снизили на 12 процентов. Заполярный район пересчитал расходы на содержание органов местного самоправления. Главный финансовый документ Наринмара на 2016 год принят. Согласно данным, представленным на сессии Горсовета, в следующем году дефицит бюджета составит порядка 4 миллионов рублей. Но такого недостатка финансовых средств можно было бы избежать. На прецессионных комиссиях группа депутатов предложила сократить расходы на содержание органов власти муниципалитета на 30 процентов и направить высвободившиеся деньги на нужды города. Однако предложение не прошло. Бюджет города на 2016 год является непростым. Его доходы составят более 775 миллионов рублей. В том числе это безвозмездные поступления из других бюджетов в размере 153 миллионов. А вот расходы превысят отметку в 779 миллионов рублей. Дефицит составит более 4 миллионов. В бюджете на следующий год заложены средства на субсидии для индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц в рамках реализации муниципальных программ. Увеличены затраты на развитие и поддержку ТОС на 1 миллион 244 тысяч рублей. Увеличено финансирование программы поддержки общественных инициатив на 556 тысяч 900 рублей. Увеличена поддержка малых предпринимателей на 2 миллиона 485 тысяч 200 рублей. По программе молодежь предусмотрено дополнительно 300 тысяч рублей. Также на следующий год заложено более 10,5 миллионов рублей на приобретение техники для предприятия «Чистый город». Учтены и субсидии на предоставление льгот по городским маршрутам более 6 миллионов 800 тысяч рублей. Серьёзные обсуждения вызвали расходы городского бюджета в части содержания органов власти муниципалитета. При доходах в 775 миллионов около 250 планируется направить на фонд заработной платы, а это одна треть. Чтобы сократить разрыв между доходами и расходами, депутатский корпус вынес на рассмотрение два варианта решения вопроса. Но оба предполагали сокращение этой строки затрат. Председатель горсовета предложила уменьшить сумму на 7 процентов. Депутат Сергей Сверидов озвучил инициативу группы депутатов, где эта цифра составляет 30 процентов. Однако второй вариант администрация отклонила и не вынесла на рассмотрение комиссии. Говорить о том, что мы тратим треть бюджета на содержание чиновников, это неправильно, потому что эти люди, работники органов местного самоправления, они не просто получают зарплату, они исполняют полномочия органам местного самоправления. Соответственно, сократив на треть количество работников, мы понимаем, что мы фактически на треть не сможем исполнить наши полномочия. Сегодня мы должны реализовать бюджет в размерах 4 миллиардов, в следующем году 750 миллиардов. Так зачем сохранять тот штат чиновников и платить одну третью бюджета, когда нужно будет исполнить полномочия на 750 миллиардов, а сегодня на 4 миллиарда? Так в этом понимании нужно вообще сокращать на 3 четвертых в разрезе цифр. Сокращение на 30 процентов позволило бы сэкономить 68 миллионов, которые можно направить на сохранение в полном объёме всех мер соцподдержки горожан. У нас отменяются меры социальной поддержки, на которые недостаточно средств. Вот сегодня мэр говорит, мы не предусмотрим эту меру соцподдержки, потому что на неё нет средств. А на чиновников мы заложим 250 миллионов. Ну давайте мы на чаще положим, извешиваем, что у нас сегодня тяжелее весит. Сегодня мэр отменяет годное посещение бань, устанавливает 50 рублей посещения. Приведённые доводы не убедили народных избранников города. За предложенную инициативу о сокращении расходов на 30 процентов на сессии проголосовали 7 из 15 присутствующих депутатов. Я считаю, что продолжение сессии в таком случае невозможно, потому что решение какое-то... Такой поворот событий не позволил проводить сессию дальше. Из-за отсутствия кворума в повестке дня осталось ещё 12 вопросов. Их планируют рассмотреть 28 декабря. Алена Валей, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Ну а Заполярный район расходы на содержание местного самоуправления снизил на 12 процентов. В новых экономических условиях депутаты Совета сократили как доходную, так и расходную части казны. Тем не менее, бюджет сформирован с дефицитом в 372 миллиона рублей или более 39 процентов от общей суммы доходов. Исходя из нынешних условий, бюджет на 2016 год получился следующим. Доходы запланированы в размере 935 миллионов 352 тысячи рублей. Расходы – 1 миллиард 307 тысяч 564 рубля. Соответственно, дефицит составляет 372 миллиона 212 тысяч. Это составляет 39 процентов от суммы доходов. Основной источник доходов – налоговые и неналоговые поступления. Они наполнят казну более чем на 646 миллионов рублей. Из них 516 планируется получить за счет налога на доходы физических лиц. Безвозмездные поступления в виде субсидий и субвенций пополнят бюджет на 289 миллионов рублей. Расходы района в 2016 году будут направлены главным образом на сферы жилищно-коммунального хозяйства, образования, общегосударственные расходы, национальную экономику. Значительную сумму – более 350 миллионов рублей – направят поселениям для повышения качества управления финансами и сбалансированности бюджетов. Это дотации на содержание муниципального имущества, бань, приобретение топлива, оплату коммунальных услуг. Вся расходная часть будет осуществляться в рамках восьми муниципальных программ. По программе развития транспортной инфраструктуры передаются средства бюджета поселений на содержание авиаплощадок, ремонт взлетно-посадочных полос и здания аэропорта, содержание и ремонт дорог в районных поселений. Муниципальный дорожный фонд полностью распределен между поселениями в сумме 6 миллионов 600. Кроме того, дополнительно направлены средства районного бюджета на содержание дорог – 8 миллионов 800. Общее количество дотаций и межбюджетных трансфертов поселениям составляют 68% всей доходной части казны. Они будут направлены на повышение качества жизни в селах, благоустройство, улучшение инфраструктуры, строительство новых объектов. Так, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности составят более 510 миллионов рублей. Основной объем, наибольший точнее предусмотрено строительство объектов образования – это 221,8 миллиона рублей. И объекты коммунального хозяйства – это порядка 200 миллионов. Также предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты строительства объектов жилищного фонда и объекты физической культуры и спорт. По поводу дефицита районная администрация не беспокоится. Его планируют покрыть остатками средств на 1 января 2016 года. В целом, разработчики назвали бюджет 2016 социально направленным. Мы понимаем, что в любом случае бюджет направлен на создание и обеспечение достойной жизни наших сельских жителей. Исходя из этого, скажем так, девизода, мы и действуем. В том числе и рассматривая те поправки в бюджет, и те разногласия по цифрам, которые нам направляют поселение. Что касается расходов на содержание органов местного самоуправления, по сравнению с 2015 годом они сократились на 79 миллионов или на 33%. Это результат передачи части полномочий на окружной уровень и оптимизации кадров. Численность сотрудников в 2015 году была сокращена почти в два раза. До Нового года ровно неделя. Наринмар еще больше погрузился в праздничную атмосферу, но об этом чуть позже. Новогодняя сказка о тысяче огней, десятки метров гирлянд, переливающиеся фонтаны и огромный яркий шар. Главная площадь города буквально залита светом. Чего нам ждать в новогоднюю ночь? Предновогодняя атмосфера в Наринмаре с каждым днем чувствуется все больше. Главная площадь города как никогда буквально залита светом. Тысячи огней, десятки метров гирлянд, переливающиеся яркими лучами фонтаны, светящийся аллея берез и огромный рождественский шар. Впрочем, это еще не все. По центру Наринмара прогулялась наша съемочная группа. Атмосфера любимого праздника в морозном воздухе Наринмара витает уже вторую неделю. Каждый день с наступлением темноты главная площадь региона превращается в сказочный городок. Здесь небо будто соткано из ослепительных разноцветных звезд. Чтобы увидеть красоту своими глазами, ежедневно сюда приходят сотни, а то и тысячи людей. Потому что красиво селкает. Очень красивая елка в этот год и шарик новый. Никогда его не видела и в этот год просто украшения сделано очень-очень много. Вот словно ниоткуда на площади вырастает огромный рождественский шар. Он уже стал главной зимней достопримечательностью всего города. Самая большая в Наринмаре новогодняя игрушка. Тысячи маленьких лампочек освещают все вокруг. Подобные огненные шары установлены и в других городах России. Заходя внутрь этого шара, чувство будто оказываешься в другом мире, скорее сказочном. Повсюду ослепительные огни и новогоднее настроение. Ну как тут удержаться от того же селфи? Предновогодняя площадь Маратсии до неузнаваемости изменилась всего за считанные дни. В этом году здесь много новых декораций, которые словно усыпаны драгоценными камнями. Вот, например, так называемая аллея берез. На противоположной стороне сияющие фонтаны. Ну а это главный символ всего праздника. Новогодняя елка теперь она тоже светится по-новому. Собрав инициативную группу из дизайнеров, художников, мы посмотрели и подумали, что не хватает на ней убранства. И мы решили добавить на нее дизайнерское оформление. Поэтому я думаю, что в этом году жители города и гости столицы, и жители вообще нашего региона могут приехать и, в общем-то, по-настоящему попасть в сказочный мир, в сказочный новогодний мир. Десятки метров гирлянды и тысячи лампочек фасада зданий утопают в красочной иллюминации. Администрация региона, дворец культуры Артика, центр «Лидер» и детский сад «Теремок» словно притягивают к себе взгляды прохожих. В этот год просто украшений сделано очень-очень много, и мне очень нравится. Ну а тебе как? Тоже хорошо! Завораживающим светом Наринмар будет сверкать до середины января. Что касается новогодней ночи, то для горожан и гостей традиционно подготовлена незабываемая праздничная программа. Все начинается в час ночи. Острадный концерт и различные конкурсы. Ожидается, что на главной площади региона соберется больше трех тысяч человек. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Александр Дуркин. Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Все новости есть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. До встречи. Далее прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok